Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Рокутагин, сколько месяцев этой нарезки? Ой, да бросьте, Капитан Очевидность. Какая разница, сколько ей месяцев? Главное, что она есть, она была забыта, я ей не пользовался. Ну и почему бы, собственно говоря, и нет? Не пропадать же добру. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и худшая обнова за всю историю Warface. Именно так. Дабы не быть голословным, обратите внимание на онлайн, который сейчас у нас присутствует. 32 тысячи в самый-самый пик. Это примерно 8 начала 9-го. А часов так 6-7, когда стандартно-то, в общем, тоже должно быть всё хорошо, у нас онлайн часто меньше 30 тысяч. Если кто-то и хочет поспорить, что нет, были обновления и похуже, то, ребята, извините, с цифрами спорить вы никак не можете. Как правило, после любого обновления, несмотря на все жалобы игроков, несмотря на то, что там пушки у нас там фиксили, ещё что-то происходило, онлайн всегда резко возрастало. Особенно если у нас запускается новый сезон, новый боевой пропуск и ещё всякие фишечки. Но на этот раз, впервые, наверное, за всю историю Варфейса, этого не произошло. И на то, не побоюсь сказать, есть масса вполне объективных причин. Слушай, братан, а правду говорят, что броня на РМе не работает? Да, капитан, очевидность. Но, по-моему, это было ещё до этой обновы. Во всяком случае, до меня доходили некоторые слухи. Часть людей жалуются, что на определённых ПВЕ-миссиях боты слишком жирные, а другие жалуются, что иногда некоторые пушки, например, та же СТК, спиливают, ну как-то вообще, как будто ваншотом. И связано это, судя по всему, с одним багом. Некоторые о нём из вас знают, некоторые, наверное, не знают. Баг это такой, что иногда, по непонятным причинам, ваша броня не учитывается. Именно так. Это вроде как может произойти на определённых спецоперациях, также на паблике и даже на РМ. То есть ситуация вроде такая нормальная, ты полный сет варяг на себя нацепил скинчик сверху и побежал нагибать. Запустился на РМ покорять Грандмастера. И даже понятия не имеешь, что оказывается, что-то забагалось, и по факту ты бегаешь фактически вообще без брони. И голым пузом ловишь выстрелы из СТК. Вот уж воистину сочно. Так ли это на 100% не знаю. Я лично, как говорится, свечку не держал, но сказали люди знающие, которые, в общем-то, не прочь покопаться в нашей игре. Когда это починят, мне неизвестно. Но, судя по онлайну и судя по тому, что ещё и обновление у нас, прямо скажем, шикарно зашло, чем быстрее, тем лучше. И, возможно, с этим именно и связано то, что многие, да, по-моему, даже большинство, стали очень нестабильно играть. Для примера, играю я на том же банальном пригороде. Играю, играю. Вот одна катка, я занял третье место. Да, я сейчас задрочу мало, поэтому первое занимаю нечасто. Ну, а во второй катке всё-таки как-то оно всё пошло хорошо, я занял первое место. А вот третьей катке ни с того ни с сего вообще ничего не могу сделать. Меня просто спиливают как будто сплошными ваншотами. Вот просто как будто меня всё ваншот... Я не знаю как, ну вот реально. То есть ни одна из тыкаток не должна быстро убивать. Причём часто именно в тело убивают. И вот и получается, что в первой катке третье место, во второй катке первое место, а в третьей катке десятое какое-нибудь место. Я просто тупо, сука, не могу выйти с респы. Но более того, это касается не только меня. Смотришь, вон там задротик какой-то, а вот здесь вообще титулованный кибершпрот. И самое забавное, что у них ситуация точно такая же. У кибершпрота, может, получше, он там до десятого места не опускается, но видеть его где-то месте на пятом обычное дело. И первые четыре занимают вовсе не игроки его уровня. Фантастика, сука. Неожиданно. Какие-нибудь ещё баги ты встречал? Поверь, капитан Очевидность, их немало. А точнее, у меня тут целый список имеется. Например, если вы взяли контракт на детали и хотите закрыть его за кредиты, не исключено, что вы не сможете этого сделать, пока не перезайдёте в игру. Вы будете тыкать, закрыть за кредиты, и эта кнопка просто не работает. Думается мне, что так не только с этим контрактом. Переименование комнаты. Это вообще фантастика. Мы играли вот с ребятками на стриме, общались, и я так и не смог создать свою любимую комнату под названием Рачебня. То есть везде, куда бы ты ни перешёл, на какой канал, ты можешь только создать комнату с именем своего персонажа. В моём случае комната игрока Скуфизавр. И, Бухентий, ты так и не объяснил, почему Скуфизавр? Потому что мне так понравилось. Меня многие Скуфом называли, я думаю, а что нет-то? Блин, ну прям от народа идёт. Почему бы и нет? Какая разница, собственно говоря? Для разнообразия. Почему бы и нет? Ну ладно, возвращаемся к багам. Ошибки в оповещениях. То есть, например, ты какие-нибудь пушки себе кинул в игру, вот, с этого, с инвентаря на сайте. Закинул, заходишь, а там написано «Эррор», «Ошибка». Шикарно, я считаю. Просто великолепно. Честно говоря, до этого обновления я с подобным не сталкивался. Ни разу. Невозможность поменять ачивки. На самом деле можно, если несколько раз туда-обратно тыкать, то вроде как они всё-таки у меня поменялись. У некоторых, как они говорят, не работают вообще никак. Никак они вот не могут. Как только не шаманят, сука, с бубном пляшут. Нифига. Просто ачивки не меняются. Вот просто это сделать невозможно. На высоких настройках графики, но я это уже показывал, если стреляешь в стену, у тебя всё какой-то рябью непонятно идёт. Не менее интересная ситуация с дымами. Кстати, это ещё до обновы было. Кидаешь дым, или кто-то кидает дым, и почему-то некоторые игроки спокойно через него стреляют. Я отправлял жалобы, это не работает. Потом узнаю от своих знакомых, что, мол, да просто у некоторых эти дымы не появляются. Собственно говоря, проблема застарелая, но раньше как-то она не была такой острой. Это происходило достаточно редко. А сейчас, как я понимаю, это происходит регулярно. Участие игроков дымы вообще не отображаются. Они спокойно могут увидеть противников, которые за этими дымами находятся. Такого обилия и засилия багов я за всю историю не помню. Да, были, наверное, баги похуже. Люди под полом где-то ходили. Ещё какая-то жопа происходила. Но у нас всегда было так. Вылезает один, максимум два каких-то новых бага, таких явных, да, прямо. И с ними борются. Причём разработчики, особенно старые, вот, кто бы там и что не говорил, что новые лучше. Но старые реально быстро всё фиксили, относительно. Были какие-то проблемы, которые фиксились долго, но какие-то вот прямо горячие, прямо вот надо сейчас потихить, они их реально фиксили. То есть это не откладывалось на месяца и так далее. Это быстренько, срочно всё устранялось. Доводилось до какого-то, хотя бы плюс-минус, играбельного состояния. От того, что происходит сейчас, не просто бомбит. Игроки многие реально отправились в космос на жопной тяге. Они просто не заходят в игру. Понимаете, разработчики? Они не заходят в игру. И тут надо понимать, если они заходят в нашу игру, они могут зайти в другую игру. Попробовать. Гляди и зацепят. А потом, ну вы понимаете, потом они в принципе в нашу игру уже не зайдут. Так устроен мир. Интересы переключились. Бамба Лейло. Но раньше же терпели. Да, капитан очевидности, раньше терпели, не спорю. Но как я уже сказал, как бы не было вот этого накопления багов. Современный варфейс это накопление. Скажи новой об новой, появляются новые баги. Это и раньше было. Но раньше было так, что одни устраняются, другие появляются. И плюс-минус какой-то баланс сохраняется. Сейчас же такого нет. Баги только копятся, копятся и копятся. Понимаете, накопление проблем происходит. А проблемы надо решать, и не накапливать. Иначе будет полная задница. С этим же обновлением мы видим, что несмотря ни на какие боевые пропуски там новинки скоро подвезут игроков, просто вот поганой метлой не загонишь варфейс. И это печально. И что ты предлагаешь делать? Как что делать, капитан очевидность? Решать проблемы. Да, разработчики, вы скажете, что как бы мы и так работаем на полную. Вот некоторые игроки справедливо замечают, что, блин, ребята, вы лучше там не новые интерфейсы эти рисуйте, которые еще как-то вроде сделали, они вроде нормальные, но почему-то не всем понятные. Вы лучше баги устраняйте. Разработчики на это отвечают. Вы не понимаете, есть разные отделы. Отдел, который занимается багами, они не занимаются, соответственно, интерфейсом. Люди, которые занимаются интерфейсом, не занимаются багами. Ну, что тут сказать? Значит, расширяйте штат тех, кто занимается багами. Вот как-то так. Этих кодеров, кто там этим всем занимается, лазит в движке. Привлекайте каких-то людей, которые этим занимаются, переучивайте других. Но это проблема. Это серьезная проблема. Это не какая-то фантастика, не какой-то мой домысел. Это даже не преувеличение. Если раньше люди бомбили, но играли, как говорится, мыши, кололись, плакали, но жрали кактус, то сейчас печаль в том, что мыши-то кактус есть перестают. И вот тут мы плавно переходим к лету. Да, как бы забавно и странно не звучало, Аркутагин, при чем тут, сука, лето? Че ты вообще несешь старый маразматик? Но поверьте, ебу кентей шарец за тему. Как устроен Warface? Сейчас объясню для многих, кто играет там 10 лет, есть такие, но не понимает все это, сказать, сути. Как эта игра потихонечку стала терять свою аудиторию? До апреля 2017 года аудитория Warface только росла. Да, именно так. Рекорд Гиннесса 150 тысяч человек одновременно нифига на самом деле не рекорд. Рекорд был поставлен с введением в 2017 году в новый год спецоперации Ледокол. 220 тысяч одновременно, охренеть. Правда? По факту это тогда был шутер номер 2 тактический в мире после Counter-Strike. А у Counter-Strike на секундочку тогда было по-моему пиковое 350 тысяч. Можете смеяться, но опять же с цифрами вы никак поспорить не можете. Это был просто оглушительный успех, сумасшедший рекорд. В апреле 2017 года появилась игра под названием PlayerUnknown's Battlegrounds или всем известная по-простому PUBG. Потом и Фортнайтик у нас подоспел Apex, очень хороший мною любимый, ну а затем и Call of Duty Warzone. В общем, акцент игроков, их интерес сместился с классических там милитари каких-нибудь тактических шутеров на королевские битвы. Из классики остался разве что Counter-Strike, ну и потом к нему подъехал Valorant. И то, по сути, это прежде всего скорее киберспорт, нежели игра. Именно с апреля 2017 года онлайн Warface начал падать, падать и падать. И не сказать, чтобы это была какая-то трагедия, это вполне естественно. Просто, ну, мода на такие шутеры прошла. Возможно, она когда-то вернется, мы снова увидим игры типа Warface в топе, что они будут безумно популярны, но на данный момент интерес большинства игроков вообще, да, игрового комьюнити, мирового, отечественного, он немножко смещен на другой, у него фокус другой, понимаете, интересов. Люди предпочитают королевские битвы, сейчас какие-то рейды, игры типа Таркова пошли, вот типа такого, какие-то смеси ПВЕ, ПВП, все в одном и сразу на больших пространствах. В общем, интерес меняется, интерес игроков меняется, это нормально. Моды сейчас на такие шутеры нет. Однако, к чему это? Почему про лето? Да потому, что, несмотря на изменение моды, появление крутых игр, большой выбор стал, куда уйти из Warface. Все-таки Warface себя прекрасно чувствовал. И онлайн в нашей игре просаживался именно летом. То есть, классика, да? Летом выйдет от каждого второго ютубера, да, наверное, большинства и от меня вот увидите, очередной видос, что Warface умирает, онлайна нет. Но, я давно уже понял, проследив вот эту всю динамику, что происходит так. Весной, летом онлайн падает, а осенью большинство ушедших возвращаются. Но не все, не возвращается некоторое количество игроков. Понимаете, как оно происходит? Игрок уходит, да, там, каникулы у него школьные, студенческие, отпуск с семьей, если он там постарше и так далее, в общем. Не знаю, не важно, хоть он дедушка, он поехал на дачу, там, развлекаться с внуками, все. И осенью человек возвращается. Он возвращается, в смысле, во, мой любимый Warface начинает играть, а другой не возвращается. Он вернулся, может быть, ему не до этого стало, может он другую игру попробовал, в общем, он ушел, он ушел вообще из Warface, понимаете? Он вернулся, не играл пару месяцев, клешни такие, все так туго идет, туда-сюда, ну, там еще, может, друзья кого-то держат. Но, часть игроков, она все-таки отваливается, она вот за лето как-то вот теряет интерес к играм кто-то, кто-то именно конкретно к Warface, вот именно к его геймплею и так далее. В общем, человек уходит из игры. Поэтому всегда можно в целом понять, сколько игра потеряла за лето, если взглянуть на онлайн до лета, то есть осенний, там, начало весны и осенний. Где-то октябрь уже большинство игроков вернулись, там, на первые уроки сходили, там, первые занятия в институте. И вот они онлайн. То есть, если у нас, допустим, в прошлом году, 23-м, зимой у нас было 40-42 тысячи, осенью у нас онлайн немножко подупал, но стал где-то в районе 38-40 тысяч. Где-то пару тысяч игроков как-то все-таки потихонечку ушла. Да, ребятки отвалились. Warface им по каким-то причинам перестал быть интересен. Они больше не играют. То сейчас трагедия в том, что этот год, он неповторим, он ни на что не похож, вот этот новый 2024-й, потому что в 2023-м, недавно еще, вот зимой, там несколько месяцев назад, да, у нас онлайн был 36-38 тысяч. То есть, тот, который у нас был осень, он должен был сохраняться весь год, и отвал должен произойти только вот сейчас, летом. То есть, по идее, вот сейчас, на данный момент, онлайн Warface, средний, должен быть 36-38 тысяч. Но мы этого не видим. Мы не видим никаких 38 тысяч. онлайн часто просаживается вечерний. Менее 30-ти тысяч. Вопрос. Из такой игры, откуда люди реально почему-то стали, вот буквально за последние несколько месяцев с накоплением этих багов, люди стали просто массово уходить. Я так это вижу. Ну вот, с моих глаз это именно так. Вопрос. Что будет после лета? Что будет после лета? То есть, вот сейчас, допустим, 30 тысяч у нас, 32 тысячи. Ладно, это обнова, сука. Вот 30 тысяч человек, какие у них настроения, у тех, кто играет. Сейчас они пойдут отдыхать, а когда они придут, когда они придут, в сентябре, в октябре обратно в игру, ооо, и придут ли вообще? Вот это вопрос хороший, вот в чем проблема. Если все эти проблемы срочно сейчас не решать, то все наши рассуждения о том, что ничего страшного, я сам так не раз говорил, Warface еще 5, а то и 10 лет поживет, все эти разговоры останутся пустым сотрясанием воздуха и не будут соответствовать действительности.